намазал крышку герметиком сейчас аккуратненько и опускаем вниз чтобы нет ни обо что герметик не смазать так я выключил крышку отзавели теперь ее смотрим где она еще у нас не села заводим и наживляем установил я натяжитель на место двумя гаечками закрепил его вот отсюда если посмотреть видно вот натяжитель за башмаком и на нем есть фиксатор сейчас этот фиксатор я в сторону отодвину чтобы его разблокировать чтоб он выполнял свою функцию и натягивал уже цепь снять этот момент я не смогу потому что закрою все руками так вот я разблокировал фиксатор сейчас шкив одену на коленвал немножко вперед проверну и будет слышно щелчки которые натяжитель будет выбирать свободный люфт на цепи в принципе многое не щелкнул пару раз его щелкнули вы бы выбрал люфт сейчас я прокручу по метками опять выставлю и перепроверим метки до чего прокручиваем смотрим чтобы у нас клапана с поршнями не встречались устанавливаем на место клапанную крышку так наживляем и затягиваем еще один датчик перстанавливаем полотенцем переключаем он больше вообще уже пока мы сверху тогда сразу катушки устанавливаем и подтягиваем их совсем чуть-чуть и одеваем разъемы теперь мы устанавливаем на место коллектор прокладки новой нет, ставим старую но ее не дуло, поэтому ее оставляем наживляем и прикручиваем затянул проводку, здесь кронштейны стоят также затянул коллектор, теперь устанавливаем экран а здесь через экран выходит датчик проводка датчика кислорода и закручиваем его, здесь у нас шпилька а здесь даты датчик у нас подключается разъем вот тут все ставим на место патруб и хомут, который у нас провод датчика держит закручиваем устанавливаем поддон помыл, почистил, намазал герметиком сейчас протерли здесь площадь устанавливаем и поджимаем поддон протянули вокруг герметик равномерно у нас выступил теперь закручиваем глушитель на место и идем устанавливать кронштейн под подушку поддомкратил затягиваем все глушитель затянули теперь устанавливаем кронштейн вот этот вот кронштейн сейчас его наживили пока подтягиваем потом поднимаем двигатель и устанавливаем на место подушку поднял поддомкратил стойкой двигатель сейчас берем и устанавливаем подушку заводим вот здесь все и теперь ее можно потихонечку при отпускать от этого направил все теперь берем затягиваем три гайки снизу и шпильку сверху пробуем заводим натяжитель здесь он вместе с болтом заходит посмотрим смотри его или не сможем мы его завести смогли замечательно затягиваем вот такая вот схема получается у нас натяжитель на 19 вот он находится здесь на него накидываем в принципе я накидным ключом дело вот сюда и все и вниз отжимаем амортизаторы и одеваем ремень на генератор снизу провел здесь просто неудобно показывать одновременно снимать схему показал как натягивается показал и все так что у нас на 3 болта головки на 14 затягиваем так подтянули теперь устанавливаем вот эту часть кронштейна и устанавливаем вот этот кронштейн также устанавливаем подушку вот 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 теперь все затягиваем что у нас получается все мы основное все собрали остается только поставить крышку и снизу боковую защиту сейчас мы заливаем антифриз и заливаем масло и пойдем пробовать заводить а потом уже поставим крышку масло живем к 530 здесь у нас канистра стояла антифриз залили масло залили пробуем заводить а Завелась нормально Тот шелест, который в начале При запуске был, это шелест цепи Пока натяжитель Масло не потонул Потонул масло, все, звук ушел Сейчас прогреваем его Смотрим, что он у нас Будет показывать Прогреваем Вот у нас машина минут 20 Работает Правда на холостых Немножко оборотов подкидывали, проверяли Вентилятор ни разу так еще не включился Это говорит о том, что она не греется Или вентилятор не подключен Ну все, теперь только остается нам Покататься, проверить Будет ли дуть на трассе Будет ли дуть в пробках Я думаю, что все нормально Нигде дуть не должно Подтянулось хорошо все Сейчас ставим крышку Ставим на место колокол сигнализации У нас просто снят сверху лежит И на этом все Ремонт головки мы произвели Шпильки установили Проверяем Всего вам доброго